Отличная погода, солнце и просто прекрасный воздух. Настоящая сказка. Одно из основных туристических событий сезона. В Ялте собирать толпы туристов каждый год. Огромное цветное полотно в несколько гектаров стало фотозоной для гостей. Пахнет, аромат вообще, конечно, шикарный здесь. И все, пчел гудит. Ну, как бы даже не чувствуется, что это осень. Главное событие – выбор королевы Бала Хризантем. Такая традиция в Ялте еще с 50-х годов прошлого века. Для чего нужны эти баллы и для чего нужно выбирать королеву? Для того, чтобы селегационеры понимали тенденции, очень четко чувствовали, куда надо двигаться в развитии этого цветка. Среди новинок почти 40 сортов Хризантем из Никитского ботанического сада. Остальные – зарубежная селекция. Для того, чтобы создать новый сорт Хризантем, нужно почти 7 лет. Сегодня на выставке около 500 новых сортов. Один из них называется «Счастливый Крым». На его селекцию ушло почти 5 лет. Самое сложное для садовников – сделать так, чтобы все гибридные сорта зацвели одновременно. Селекцией в Никитском ботаническом саду занимаются уже 80 лет. Получаем наши гибридные формы как от свободного опыления, так и от целенаправленной гибридизации. Безусловно, работа у нас по селекции Хризантем ведется уже 80 лет. В этом году мы отпраздновали именно такую дату. Королеву балу выбирали путем голосования в интернете и среди посетителей. Так определилась пятерка финалистов. Победителя избрали тайным голосованием гости сада. С отрывом в один бал королевой стала белая кудрявая Хризантема сорта Эрмитаж. Этот сорт из президенток был самый молодой. Самый старый был сорт Рандеву в 2010 году создан. Эрмитаж в 2015 году. Хризантему тогда еще без имени на конференции летом показали директору знаменитого музея. Так и решили назвать цветок – Эрмитаж. Сотни ярких красок Хризантемы здесь не только в саду, но и на картинках галереи. По случаю выбора новой королевы бала Хризантем здесь открылась еще и новая выставка с работами. Здесь представлены работы художников из Крыма и со всей России. Они постарались передать красоту осеннего цветка. Все это изобилие цвета, изобилие вот этого воздушного, трепетного, полевого, которое у нас вызывает всегда позитивные эмоции и желание, так сказать, жить с радостью и надеждой на лучшее будущее. Полюбоваться цветами на картинах и увидеть Хризантемы в саду можно до конца ноября. Эльмас Аблакимова, Аким Бекиров, Телеканал Миллет.